здравствуйте друзья у нас снова на канале полюбившиеся все пара из каменец подольского сколько вы уже в стране господа 28 числа было два месяца но уже всего серьезные со стажем два месяца не два дня у нас тут есть такие штук с самолета ну что успели за два месяца какие с вашей точки зрения главные достижения ваши что успели я думаю мы счастливы потому что уже пришла грин карта наконец-то мы сделали ссн social security нам это такие можно сказать документальные моменты два основных момента теперь восприняли в буржуинство официально хорошо значит ну а так вот жилье у вас нормально жилье нормально но не жалуемся да да в принципе из того что мы вот искали как бы ходили наши поиски были то это наверное самое такое оптимальное и лучшее жилье которое мы нашли на эту сумму которой мы располагали какая сумма что вы платите 200 200 хорошо значит такая американская хата это ван бедром хорошо теперь у вас есть транспортное средство как у пока еще мы не обзавелись на на транспорте процессе квартира далеко от школы от нас 20 минут пешком хорошо продукты освоились с местной едой знаете где купить то что хотелось купить русский магазин может нашли нашли мы уже и были ходили на экскурсию провели по русском магазин так что вот истосковавшийся такой западенской душе хочется взять в русском магазине я гречку это всегда был это наше время была гречка черный хлеб и селедка сейчас уже белорусская есть да там санта брэмор раньше проще было так а я купил пельмени это святое сейчас опять сейчас такие промышленные есть люди делают прямо на фабриках там делают пельмени раньше пельмени лепили на дому на домнике сдавали значит в магазин а некоторые прям из дома торговали пельмени можно было приехать взять там пельмени там пол холодильника уехать такое было ну что же хорошо то есть мы попали в цивилизацию пельмени есть пельмени есть речка есть все есть вы начали учиться когда у нас 10 10 то есть грубо говоря три недели уже тяжело учиться вот скажем так предмет сам все сложный или вроде так ничего ну я так как я филолог вообще даже технической стороне ничего не имею можно сказать что реально все реально просто нужен фокус как вы говорите нужно нужны много очень много усилий я очень напомните вы филолог какого плана образование как вообще у меня диплом преподавателя английского языка и зарубежной литературы хорошо так а вы у нас кто а я у нас инженер энергетик и бухгалтер посовместите хорошо знаете что я подумал есть люди могут у нас последнее время наплыв зрителей и может быть кто то и не видел наших предыдущих выпусков представляйтесь как давайте с дамы начнем меня зовут надя мы приехали с украины так два месяца назад и вы меня зовут виталий приехал с надей вы выиграли в лотерею да как она попали с как с какого раза вы играли прям раз и все а когда вы выиграли не было ощущение к позже может не ехать такого не было не было у виталика не было у нас сильный а я немножечко я думала надо она вообще не надо но я считаю что любой адекватный человек такой мыслью задастся но вообще надо так подождите с первого раза они а вот когда вы подали в ты сама анкету заполнили вот сейчас люди начнут заполнять буквально через месяц и я для них спрашивал вы сразу забыли что вы подали или вы все это время как бы обустраивались думали поедем туда будем заниматься вот этим учим пока английский то есть у вас было ощущение что вот сейчас будет или вдумали ну его нафиг и там но она наверно было где-то в подсознании так как бы мы вот заполнил анкеты как бы отправили все ушло так и было внутри чувство что выигрываем green card вот у меня я не знаю выиграем это что выиграем что ты рассказываешь ответьте мне еще на один вопрос все-таки вы уже же не не то что вам там по 16 лет значит а чего раньше ты не играли с лиц первого раза вот сейчас где вы раньше были вы не знали что есть лотерея или вы думали что это все обман думали что тяжело это все сделать то есть на какой сайт пойти что там писать и как заполнять вот такие моменты каким образом к вам пришло понимание того на какой сайт как заполнять вот это вот грубо говоря вы когда заполняли анкету вы на дурика заполняли или мы пошли куда-то нашли информацию если признаться так вашего канала я все вы смотрели видео где мы с раевским алексом раевским заполняем эту форму да да на этой основе даже до 1060 благодаря следующий да да давайте первую никогда вы выиграли а когда вы только заполняли вы ее тоже смотрели по этому видео там свыше трехсот тысяч просмотров то есть я думаю что очень многие люди посмотрели ему уже три года вот но мы в этом году еще сделаем но но вообще-то это шикарная к это классика он там все объяснил там ты ничего не делаешь как роботу подробно подробно объяснял я его мушал с вопросами вот кроме того он перестал теперь этим заниматься поэтому это видео становится уникальным другого такого не будет никто нас не опередит с алексом хорошо то есть вы сколько времени у вас заняло подготовиться к заполнению анкеты вот вы сказали я серьезно этим занимаюсь и штука прошло три дня два дня месяц сколько вы готовились к этому заполнению самой первой к участию к заполнению самой первой анкеты наверное то что фотографии нужно было сделать должна быть правильного размера сложно было понять что требуется от фотографии но нам повезло ну как сложно понятно что есть написано но можно пойти не в то место и тебе сделают неправильно скажите скажите как вот вот это вот не то место у меня очень как бы возбудили значит хорошем смысле может люди которые не очень понимают что требует где не то место как понять то место ты попала и не в то место но вот мы пришли делать фотографию да мы сказали сразу нам на грин карту то есть человек понимает какую надо сделать вот по размерам она же там что-то и женщина сказала чтобы я так жила я только целыми днями и делают без проблем даже сказал ну это не женщина было мужчина делал фотографии но он сказал так там не любят когда много улыбаешься то есть лицо должно быть ну фотография получилась вот идеально там знаете что получается там ведь они по этой фотографии смотрят чтобы не было повторов и то есть этот фотография позволяет идентифицировать человека по картинке поэтому они не хотят чтобы вы улыбались криво или косо или что-то их задача идентификация повторов мошенничество и так далее это очень важно конечно еще очень важно фон там чтобы уши было видно ну в общем все в интернете есть у вас был какой-то момент когда попадали разговаривали не с теми людьми которые могут сделать фотку то есть вы не сразу попали к правильной не сразу мы пошли сделали мы выходим потом там же есть сайт специальный да куда можно проверить или там есть валидатор обязательно через валидатор нужно его делать так обязательно все фотографии даже анкету 260 когда мы заполняли мы с фотографиями у нас наверно вот такая вот стопка была напечатана ходили мы уже в тот салон где нас вот фотографировали фотографировали то есть когда они нам печатали фотографии они по размеру выходят в общем на сантиметре нестандартные значит давайте мы сделаем промоушен тому месту где вам хорошие фотографии друзья кто там недалеко от каменец подольского приезжайте куда костик студия костик отлично поиск костик на нас не обижается мы ему такой промоушен хорошо переходим все-таки в сегодняшний день пока что вот то что с вами происходит здесь идет в рамках какого-то видения которое у вас было или оно идет как-то не так но все равно неплохо скажем так идет неплохо но совпадает с тем что вы себе думали или все-таки отличаются вы же видео нибудь смотрели блогеров они вам показывают вот эта улица вот этот дом вот эта барышня с собой было вот насколько насколько мир который вот можно рукой потрогать отличается от того что в камере я думаю 80 не отличается так и 20 немножечко отличается потому что в жизни нельзя все нельзя все точно утвердить будет так 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 все равно бывает отступление я бы даже могу посоветовать тем кто будет собираться сюда не делать только план а план да не возвращаться домой но все равно не то чтобы там вот лично наши ситуации а просто вообще ну бывает такое что не так как ты себя вообразил лучше не воображать а так все сходится ну да просто если которые любят очень точно планировать а есть вот вроде меня например которые говорят если направление правильное то там уже дальше там война покажет ну хорошо ладно теперь друзья вот у вас какой-то такой социальный такой тискать круг сформировался вот есть скажем суббота и вы не знаете что делать или не с кем к океану там поехать или там ну вот как то так потусить пока потусить мы еще не тусили да такие знакомства вот маша с семеном да мы очень часто встречаем маша маша не хочет больше сниматься я такие намекаю ну может быть она ответственность какую-то чувствую знаете она пошла работать да и так она я так намекаю она так смотрит как будто делать как будто я не намекаю когда она даже не поняла да да маша я так конечно и маша такая маша но вот она как-то так уклоняется пока ладно маша с семеном у вас хорошая компания так еще ничего никита тоже вместе они учились так а вот вы есть у вас друзья такие с лошадкой там с машинкой вот чтобы там поехать какой-то на выходные там я сам франциско к водичке пока 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 они есть на у каждого наверное своей жизни а вот на фейсбуке может быть какие-то локальные группы нашли у нас тут женщина я не знаю вы смотрите на я видела девочки бояре девчонки бояре да и и там накидали шмоток для ребенка и там какие-то коляски и там что-то такого привезли тут люди не знают куда хлам дети вот на тебе новички заряжают не правда это замечательно шикарно шикарно но вы так не это а вас на улице может это узнает говорит ой я вас у михаила видел есть такое но когда ты уже на машине ты не понимаешь как можно без а когда ты без машины ты приноравливаешь просто всегда даже на украине мы были практически на машине а тут у нас получается ситуация без машины нас кто-то встречает а как вы тут без машины тут же как бы нереально где-то слушать так интересно вот вы вы такие западенцы а а говорите на украине так как мы как москвичи на русском языке ну да ладно очень много таких сейчас таких халиворс там прямо как вот сказал ты прямо там сейчас сразу какие-то налетают патриоты да нет чтобы взятки не брать понимаешь они вот там халиворс и не давать да ну ладно не суть так ближайшие планы какие то есть я понял жилье есть мебелишка обзавелись какой-то где брали мебелишку мы только чтобы купили стол 4 стульчика это нам повезло приезжали конечно люди да мы нашли на этом купили но на ножках или так на полу пока на полу а вы можете сказать примерно вот во что вам обходится ваша жизнь за пределами расходов за квартиру вот допустим питание ну вот все что нужно бывает малые там тут трешка там пятерка вот скажем 500 долларов в месяц вы укладываетесь по ресторану вы не ходите но готовите конечно но пока в магазин с магазина купили дома приготовили хорошо а какие-нибудь есть какая тусовка там украиномовная тут тут есть и не не нападали еще но у нас в группе учиться парень с девушкой но мужчина и они тоже с украины у нас тот случай был была группа там их только со львова человек шесть было в одной группе да и педагоги мне как миш ты знаешь что-то происходит в школе такой ага что только захожу там на кухню они там все по-украински да был такой момент ну хорошо значит питаетесь в школе у вас какие-то там дружбы забились все-таки вы же вместе чем-то заняты в коллективе обычно это сплачивает мы можно сказать все друг с другом общаемся дружная группа хорошая у вас там какие-то нерусскоговорящие есть много нерусскоговорящих можно сказать даже половина индусочки ну акцент понятный индусский ну достаточно вы просто имейте ввиду когда будете работу искать в основном все вот с этим акцентом поэтому привыкайте там с русским мало кто говорит хорошо в группе такой коллектив как бы все все на одной волне кроме учебы в школе домашних заданий на что-то время остается ну почему пока нет ну ну как как бы учимся учимся ну и надо давать какой-то немножко перерыв нет такого что вот перед сном там как пошел и нажрался чуть еды какой-нибудь не водки нет 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 вы не худеете тут не поправляетесь что с вами обед ужин просто люди обычно поправляют очень многие поправляются когда приду хочется попробовать мексиканского китайского такого сякого там суши и поправляются это обычное дело много двигаемся а те которые без машины худеют ладно ребятки вы сегодня отучились и ребят специально я нашим зрителям специально зашли чтобы вам отчитаться за отчетный период вот потому что они они прям с урока уставшие и давайте мы их тогда отпустим и до скорых встреч вот самое главное давайте победы трудовые вот потому что это как бы мотивирует и человек говорит но может и я тоже могу есть есть такая более негативная но если этот может так я то точно это очень это очень опасная штука очень опасно вот я честно говоря когда такое слышали очень настораживаюсь обычно до добра и от недовольных да ладно тут один что-то спрашивал там вопрос задавал в комментариях а другой могут ну старик же сказал чё ты я думаю правда я да может быть действительно знаешь вроде же постарше но я как-то я себя чувствую такие вот ну не как вы так не намного старше видите как бывает все нормально но есть есть такой у людей жармон они так выражают нет понятно седой дедушка там ходит ладно ребятки давайте значит я вас тогда отпущу на как сказать на вольные хлеба вы занимаете сколько дней в неделю здесь три три раза в неделю понедельник вторник и четверг ну отлично отлично давайте учитесь и учитесь хорошо остальное приложится остальное это как бы функция этого это уже если одно есть то другое хвостиком за ним молодцом счастливо так маршем